Писать везде, писать всегда. Это было жизненным кредо Петра Решетникова. Ночи напролет, после работы, все часы досугу он был занят любимым делом. Без живописи не было его самого. Основной его профессией была строитель. Он работал очень в ответственном предприятии. Это Жуковка, обслуживающийся совет министров, руководитель государства. И он отработал там 38 лет главным инженером. Это очень нелегкая работа, занимала много времени. Но основной в жизни было это рисование. Супруга Петра Решетникова Галина Алексеевна всегда поражалась умению художника видеть красоту в обычном. Но пруд в Петрово-Дальнем, который был написан к одному из ее дней рождений, был милой ей самой. Теперь это ее любимая картина. А вот прелесть своего образа, написанного Решетниковым с порога, она поняла лишь со временем. Портреты он писал редко, но это были психологические портреты. Когда работают глаза на зрителя, когда предельно выразительные руки, и больше ничего не надо. Когда есть контакт, ты подошел и чувствуешь боль художника, его любовь к этому человеку. Он очень был душевным человеком, добросовестным и никогда никому не отказывал. И человек, которого я всегда ставила в пример молодым художникам. Говорить был о Решетникове никак не привыкнут и родственники, и коллеги художника. Да, он ушел, но все-таки остался. Благодаря Галине Алексеевне Решетников остается постоянным участником выставок. Все 13 лет, с тех пор, как его не стало. И вот он в воскресенье начал до обеда писать эту выставку в город Краснокурск, вот эту картину. Вот он написал, вот в два часа мы кушать, до обеда собрались. Он такой довольный, говорит, самое сложное написать вот облака, вот тут. А тут не осталось, вроде тут вот я запросто напишу. Но, увы, дописать эту пейзажную историю он не смог. Как и сто новых картин к персональной выставке, такую цель он ставил. Ему всегда было мало, он постоянно учился по книгам, в галереях, уже будучи мэтром стал осваивать акварель по технике Андреяки. Было столько планов, но жизнь оборвалась. А вот память о нем жива, и не только в Красногорске. С творчеством Решетникова знакомы, пожалуй, все члены правительства. Его полотнами украшены кабинеты в Кремле и на Старой площади, дачи и квартиры высокопоставленных чиновников. Работа Решетникова есть в Барвихе и в Центробанке, у Черномырдина и Рыбкина, и даже у Билла Клинтона. Перед визитом в Америку Черномырдин для подарка американскому президенту заказал красногорскому живописцу два традиционно русских зимних пейзажа. Его ироничная деревня развитого социализма, старый и новый Красногорск 90-х годов, как и красоты России, пронизана любовью к родине. Его приглашали на Запад, но, видимо, Решетников знал, там не будет такой природы, которую он так обожал писать.